Нашла эту информацию, я по причине вот этого здания. Советую, если вы будете внимания, отдохните. Субтитры делал DimaTorzok Салам алейкум. Сегодня начинается влог с того, что мы ведем наших лошадей в современном мире. В развитых странах уже вызывают УЗИ, проверяют овуляцию и все такое. Но мы живем в третьем мире, у нас все еще по нормальным законам. Нормальный закон. В общем, она уже давно не выходила и всего боится. Она у меня такая. Если давно не выходила за пределы своей территории, она начинает немножечко сядеть. Стой, я первая. Той. Той. Хорошо. В общем, боится, как это? Как же ребенок порой? Только-только начинают учить ходить по воду. Поехали! девочки специально в самую-самую рай мы отправились в ужин я взяла камеру взяла символизатор для того чтобы поснимать вам вот это вот красивый садик это называется хадихат сахат саду и и реставрировали итальянцы при помощи симона димартино в 2015 году и за пять лет конечно же она опять очень сильно испортилась нам действительно несколько лет назад там очень красиво залезла и нашла эту информацию я по причине вот этого здания но меня всегда поражала она практически заброшена тем не менее видно что там по крайней мере еще совсем недавно кто-то жил но на карте абсолютно ничем не обозначена даже нету название для этого здания очень очень жаль и я хотела бы узнать и его историю но не получилось хотела вам также об этом рассказать ну хотя бы визуально мы можем насладиться и понять что это здание было построено я думаю примерно около 200-300 лет назад тогда когда было колониальное завоевание европы третьего мира и вот эта лестница она также чувствует смотрите как красиво здесь мы идем по старому району спускаемся из абусамра в триполи вот такая вот лестница она продолжается достаточно долго все кто здесь живет он спускается домой по вот этой лестнице и поднимается до дороге общий вот такие вот дома вот такой вот вход в дом старый очень даже не красят обычно во всех странах когда старинные дома это очень дорогие вещи считается винтаж наследие культурное и так далее но только не вливание вливание вот эти вот районы это самые бедные районы потому что к ним невозможно подъехать поэтому это считается очень сложно для жизни для проживания и никто из богатых ливанцев них не хочет здесь жить получается что в этих домах живут из поколения в поколение люди которые не могут отсюда выехать соответственно это бедные люди ну и вообще в ливане на самом деле очень-очень мало следят за историческим наследием государства она не за этим не только за этим не следит она за всем не следит а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, запашок тут уже вообще совсем не очень Это чтобы дождь на них не капал, они всё позакрывали И поэтому на этих рынках вентиляция очень плохая А в Ливане очень большая влажность и все запахи Представляете, здесь, например, мясо покупают, продают Это здесь всё ещё с времён Османской империи Видите, как современность, современное восприятие вопроса Раньше люди думали правильно Оставили открытым, чтобы солнце заходило, ветер заходил И было прикрыто чем-то Они взяли, всё закрыли И, конечно, это выглядит ужасно И вот всегда здесь вот такая вот грязюка скользкая Всегда, когда я иду на рынок, я одеваю специальную обувь Которую можно легко помыть потом Но летом это вообще проблематично Ну, если места более-менее государство что-то с ним сделало Видите, здесь уже получше Есть место, куда стекать в воде И каждый магазинчик после работы это всё моет Ну что же, девочки Вы видели, насколько аутентичен и говорительный арабский рынок Но в Ливане, к сожалению, со стороны государства он абсолютно не поддерживается Но в Ливане есть вот такой парадокс Если кто-то из ливанцев, любящий по-настоящему свою страну Ему досталось наследство какой-то арт-объект старинный Он его действительно за свой счёт обрамляет, ухаживает, поддерживает Делает из него какое-то кафе, как, например, это Это акра очень известна уже несколько столетий По-моему, это такая семья, семейство акра У них есть несколько зданий именно вот таких аутентичных и старинных Где они делают хумус Все блюда только из хумуса и фуль Мактон в Иерусе Мактон в Иерусе Юность Мактон в Иеруси Интересно, что в этом ресторане вот так вот предоставляют счет. У них есть только вот эти блюда, и они просто помечают один или два из какого блюда. И потом после того, как вы едите, на выходе отплачиваете, даете вот этот чек и вам говорят, сколько это стоит. Сейчас по новым правилам все в пакетиках. Вот хлеб свежий, горячий. И вот наше блюдо. Это хумус. Хумус остается какая-то часть целиком, какая-то часть уже в пюре и тахина. Тахина. А это хумус. Тоже это хумус, но там кладется хлеб. Там кладется хлеб и сверху масло, лябан, орешки жарятся. Все. Всем приятного аппетита. Советую, если будете в Ливане, заходить. И те, кто в Ливане, сюда обязательно попасть. Очень атмосферно. Только помните, девочки, в Ливане очень большие порции, поэтому заказывайте одну порцию двоих. Мы сегодня с мужем ошиблись и никак не смогли доесть. Все. Идем домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Четвертый совет по изучению арабского языка, или третий, или четвертый. В общем, я сейчас вам напишу, какой точно, проверю. Конечно же, если вы уже начали изучать язык, то это должно войти у вас в привычку. Ну, это вытекаемое с предыдущего правила, что это должно быть с вам родным языком. Как вы на родном языке, естественно, постоянно общаетесь, практикуете его, постоянно с кем-то разговариваете, пишете, общаетесь, читаете. И то же самое у вас должно произойти с арабским языком. Моя лошадка уже больше недели не была под верхом, не работала, поэтому перед тем, как поехать работать, мне нужно обязательно её размять. И если вы это введёте в привычку, то, девочки, это будет проще всего. И вообще, что-то хорошее делать нужно вводить себе в привычку. Именно вводить в привычку, то есть привыкать к этому, а потом уже всё пойдёт по налаженному процессу. То есть потом у вас организм, ваше тело, ваш мозг будет сам требовать то, к чему он уже привык. И вы без этого будете скучать. Например, когда я приехала в Ливан и ещё не знала арабского языка, но я очень любила читать, все русские книжки закончились, у меня была прямо ломка информационная, потому что я привыкла читать с детства. И тут тогда не было ещё интернета, телефонов, доступа к интернетам. То есть нужно было идти в какой-то интернет-кафе. Что нужно делать? Я сейчас вам ставлю картиночки. Вы можете заходить и делать поиск какой-то информации, каких-то простых слов, не просто слово искать, как оно переводится, а сразу искать его в контексте. Ну, конечно, естественно, эти все советы для изучения арабского языка взрослым людям, не детям. Я не специализируюсь на преподавании детям, я специализируюсь на преподавании взрослым. Я преподаю взрослым уже около 12 лет. То есть заходите в интернет и сразу ищите слово в контексте. Да, есть вероятность, что вам откроется совсем не то, что вы искали. Ну, сразу закрываете и, в общем, вы поймёте, да, то искаливает или не то. В общем, точно так же, как на русском языке. Потом слушать анашид, находить по ключевым словам, по названиям в интернете их текст. И даже можете по названию поискать. Возможно, кто-то уже перевёл этот текст. То есть точно так же, как делают с песнями, да, на английский, когда учат, по песням учат. То же самое можно сделать по анашиду. Я уверена, что можно найти, ну, по крайней мере, текст с огласовками. И вместе с анашидом пытаться уже это всё повторять. Естественно, ещё лучше это делать с Кораном, но это только уже на стадии, когда вы уже узнаёте буквы, более-менее, да, натренировались, чтобы совсем уж неправильно не читать с чтецом, а более-менее правильно. Ну, а тут, естественно, нужно учить. То есть просто каждый день 15 минут стабильно выдавать на арабский язык и себя в эту атмосферу погружать. погружать себя в эту атмосферу. Надеюсь, мысль донесена. Бара Каллауфикунна, иншаллах, вам это было полезно. И там задали вопрос в комментариях насчёт того, что я ответила одной женщине, что деньги, которые подаёт государство на помощь многодетной роженице и так далее, что тогда это её деньги. Я сказала, что это её деньги, да, в основе. Ну, конечно, она может иметь. То есть их будет, должна тратить на детей, естественно. Это не её деньги, но на её имя пришли, поэтому фактически это её деньги. Но она должна тратить их на детей, потому что это детские деньги. Я сказала, что муж не имеет права забирать их, имеется в виду на свои личные нужды. То есть более надёжно, более вероятно, что женщина будет справедливо распоряжаться этими деньгами для своих детей. Инстинкт, да, у женщины есть много минусов. У неё есть склонность к транжирке, транжированию, шапоголизму и так далее. Не знаю, что прям каждая женщина у неё есть к этому склонность, но относительно процентности, вероятности, женщина она больше к этому склонна, чем мужчина. Но у неё есть несомненный плюс в вопросе денег и пособий. Это то, что у неё есть материнский инстинкт, который будет покрывать все её склонности к ней неправильно трачить денег. Если же мужчина видит, что женщина не умеет контролировать себя вообще и тратит деньги не по назначению, то в этом плане, конечно же, он имеет право взять их у неё по шариату и тратить на детей. Не на себя, а на детей. А то у нас бывали случаи, когда мужчина требовал деньги пособия, накопил их и женился на второй. Почему-то он посчитал, что он имеет полное право на это. Это деньги детей, данные фактически в руки матери. Неважно, кто ей их дал. Он эти деньги, это физическое или юридическое лицо в лице государства, дало ей сумму эти деньги на попечение женщины. Поэтому я так и отвечаю. В религии всё очень чётко по деньгам. Мужчина обязан обеспечивать семью, мужчина, женщина не обязана. Это не значит, что не может. Мы говорим про обязанности. А в жизни, конечно, бывает всякое разное. Там уже нужно смотреть по ситуации. Но требовать её в таком порядке, что я хочу, то ворочу. Мне, конечно же, нельзя. Мужчина Мужчина Ну что, девочки, где-то через полтора часа придёт комиссия кровь на обед с сестрой мужа. Там мне нужно успеть кучу всего сделать. Мне нужно помолиться, повторить Коран, разобрать посудомойку и загрузить посудомойку, разобрать постиравшиеся и высохшие вещи. А также сделать лов. У меня даже ещё место заморожено, потому что мы в последний момент узнали, что они придут. И вот такой как бы тоже им пожарил. В общем, сегодня я буду готовить что-то более-менее. Такие как бы пожарились. Попили чай. Полпятого я уже вообще никакая. Многие отваливаются. А завтра ко мне приходит помощница для того, чтобы сделать таозиль. Таозиль – это генеральная уборка. Там мы будем её по чуть-чуть, она будет часто приходить, по чуть-чуть будет приходить ко мне. Альхамдуллах, что у меня осталась только статичная работа, сидячая. Посижу, отдохну и буду готовиться к сегодняшнему лову. Ну, не всё, что мы планируем, у нас получается. К вечеру у меня очень сильно разболелась также и голова и поднялась температура. И как бы я ни старалась взять себя в руки, к моменту проведения прямого эфира я уже была просто на исходе и абсолютно не могла заставить себя провести этот эфир. Но ничего. Не всегда же быть супер-вумен, правильно? супер-вумен в этот раз быть не получилось. Альхамдуллах, альхамдуллах, альхамдуллах. Кстати, болела я ещё несколько дней и вплоть до сегодняшнего дня, до вчерашнего дня я чувствовала себя достаточно плохо. И поэтому видео тоже запоздало с выпуском. Ну, лучше поздно, чем и никогда. Баракалла, фекундные сестрёнки. Я очень надеюсь, что вы делаете активный репост, ставите лайки. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Поэтому, иншаллах, иншаллах без нерда. Встретимся с вами на следующей неделе. Саляму алейкум.